Первое, что происходит, это человек рожается. И он смотрит на свои руки, разглядывает их пальчики свои, разглядывает ножки. Хватает какие-то штучки, в рот берёт, начинает постепенно изучать, куда он попал. И вот так постепенно сначала человек узнаёт себя в теле. Он узнает, что он находится в теле, как она работает, что в нём бывают болезни. Ребёнок иногда очень сильно плачет, он удивляется, что в теле могут быть запоры, животик болит. Он очень искренне плачет, потому что он не знает, что такое может быть. Потому что вечная душа, она не знает, что такое болезни. Она также не знает, что такое старость, вечная душа, ей незнакомы эти вещи. И первое, что происходит у человека, он очень сильно привлекается своим телом, своими родителями. Душа по своей природе очень искренняя. Она сразу очень сильно верит родителям. Маленький ребёнок очень сильно верит маме, верит папе. Всем родственникам постепенно начинает верить. Душа. Почему детей все любят? Потому что дети очень сильно верят всем. И эта вера, это и есть изначальное свойство души. Вот душа по природе очень верующая. И когда человек кому-то верит, это очень приятно видеть. Это приятное вообще ощущение. Потому что душа сама по себе очень приятна. Природа души, она прекрасна. И ша прекрасна по своей природе. Потом постепенно человек познаёт этот мир. Он начинает... Я первый раз, когда увидел майского жука, он такой большой, зелёный. И так жужжит сильно. И такое ощущение, что невозможно такому толстому большому жуку летать. Вот. И мне было три года. Я смотрел на него, был очень удивлён. Я аж застыл от удивлений. Вот так вот. У меня ощущения были такие, как будто я в волшебный мир какой-то попал. И вот вокруг лес, природа. И вот такой солнце светит. И такой зелёный большой жул летит. Рядом со мной пролетает. Настолько большой, что я прям удивился очень сильно. Ну, то есть мы сначала себя немножко познаём, потом отношения, потом этот мир начинаем изучать. Мы к нему вроде бы привыкаем сейчас, привыкли. Но это тоже плохо, потому что когда человек привыкает к природе, то он не получает её энергии. Чтобы получать, нужно ей радоваться. Потом в возрасте мы познаём, что тело стареет, и с ним надо что-то делать, иначе оно сдохнет. Вот. Поэтому нужно совершать коски за режим дня, там правильное питание, иначе будет совсем плохо. Ну, и это всё вот таким образом мы... Женщина беременная познаёт беременность. Она ходит и смотрит такая на себя в зеркало, как меняется лицо, как у неё живот растёт. Он говорит, нифига себе, вот это да. И там что-то шевелится внутри такое родное, у неё возникает чувство, что такое чувство необыкновенное, что такое... Что-то может быть таким родным, какое-то существо родное там развивается. Вот. Всё это вот наше взаимодействие с этим миром, оно интересно, как протекает жизнью человек. И кажется, что вот в этом есть смысл. То есть люди говорят, вот смысл — это ребёнка вырастить, дерево посадить, дом построить или жильё купить. Вот смысл жизни, мне кажется. Смысл жизни в этом заключается. Но это не смысл жизни, а это жизнь. Вот когда мы кушаем, спим, смотрим на природу, на солнце, друг на друга, влюбляемся, радуемся, верим — это всё жизнь. Это не смысл жизни. Смысл жизни для большинства людей неизвестен на этой земле. Они ничего не знают про эту тему вообще, ничего абсолютно. И для того, чтобы люди узнали о смысле жизни, Бог им посылает жестокую судьбу. Когда человек лишается о своих близких, когда его предают родственники, предательство приходит в жизнь, то у человека неожиданно, у него возникает такое чувство, как будто какой-то обман. Вот обман. Как будто здесь меня очень жестоко обманули. У меня был муж и дети. И мой муж говорит, вы мне не нужны, у меня другая. А я как бы думала, что мы вот вместе на всю жизнь, что мы вот семья, и у нас всё что-то важное происходит в жизни. Мы воспитываем детей, мы строим себе дом. И как-то очень важно всё вот так вот. А он потом говорит, да мне это вообще не надо ничего. Я вас не люблю, я люблю другую. И такой шок. А зачем тогда вообще всё это надо? Зачем тогда мы вместе жили? Какой смысл вообще тогда в этом? То есть жестокая судьба, она человека очень жёстко просто отрезвляет, просто очень жёстко. Иногда человек лишается жизни, впадает в состояние клинической смерти, и потом раз он оживает опять и понимает, что всё здесь вообще абсолютно временно. Все эти наши надежды на что-то, это всё иллюзия. Но даже несмотря на то, что я вам это всё говорю, вы всё равно это сейчас не понимаете. Видите, поэтому существует жестокая судьба, которая просто подщёчиной отрезвляет человека. И смысл заключается в том, что есть жизнь. Конечно же, её надо жить. И, конечно же, не жить жизнь свою, это как-то скучно и неинтересно. Но жизнь человека не предназначена для того, чтобы просто жить. Потому что такие жизни, вот жизнь для того, чтобы жить, это жизни животных. Вот если взять бошку, допустим, или собаку, вот почему-то кошечке нравится всегда, вот хочется её помять, она такая мягенькая, такая хорошая. Потому что ей очень нравится жить, она просто обожает, она такая. Вот, ей очень нравится жить, кошечке. И собачке тоже. Вот, ей очень нравится жить. Вот все животные, они обожают жить, поэтому они такие классные. Им приятно с ними иметь дело, потому что они обожают жить. Им так вот нравится жить вообще. Вот, детям маленьким тоже нравится жить, поэтому они такие тоже классные, хочется их помять. Потому что всегда хорошо иметь дело с теми, кому ещё нравится жить. Особенно если тебе уже нравится меньше. Вот когда человек в возрасте, уже старость, и он берёт маленького ребёнка, а его аж трясёт от удовольствия, потому что маленькому ребёнку сильно нравится жить, и это ощущение передаётся, а человеку в возрасте уже не так сильно нравится жить. Он уже, тело уже не то, как бы, оно такое уже не сильно. Там, вкусовые ощущения хуже, подвижность хуже, память хуже, ощущение краски жизни хуже. И уже не так сильно, но если взять маленького ребёнка, тогда очень хорошо. Люди в возрасте обожают просто маленьких детей. И человек до последнего, до последней капли крови, до последнего вздоха пытается жить. И когда он уходит из жизни, то он уходит в очень неприятном ощущении. Осадочек такой остаётся очень жёсткий, потому что цель человеческой жизни — не пытаться жить в этом мире, а пытаться постичь свою природу. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы понять себя глубже. Потому что для того, чтобы жить просто на этой земле, существует животная форма жизни. И многие люди, находясь в животной форме жизни, в прошлых жизнях, они не перестроились. Они продолжают цепляться за жизнь и хотят просто жить, наслаждаться жизнью. И все силы свои, всё своё существование отдают туда. И самопознание начинается у человека, когда приходит жестокая судьба. Когда человека Господь бьёт по голове, когда рушатся обычные представления о жизни, когда ты кого-то теряешь в жизни, или тебя предают, или когда ты чувствуешь, что очень сильно всё пошло не так, человек бунтует, он со всех сил бунтует, он топает ногами, он страдает, не спит ночами, и он кричит в сердце, вопит. «Где моя жизнь? Я хочу свою жизнь! Отдайте мне мою жизнь!» А Господь дальше закрывает грани и не даёт человеку его жизнь. И человек так страдает, он мучается, «За что? За что? Мне не дают возможность жить!» А не понимает, что в этом мире всё, что происходит, это величайшая милость. И если, допустим, спросить высшие силы, «Ни за что предательство приходит в нашу жизнь? Ни за что? А почему оно приходит?» И ответ очень простой. «А потому что ты веришь не туда?» Потому что есть объект, личность в этом мире, которой надо верить. Именно ей надо верить, вот этой личности. А не своим детям, не своему мужу, не своей жене, не своему начальнику, не своему жилью, который нам так нравится, мы обожаем. Я сейчас нашёл способ изучать свои прошлые жизни. Один способ нашёл, интересный. Знаете, такой неожиданный совершенно. Я как-то обнаружил во сне, что я вспоминаю своё жильё. И когда я просыпаюсь, я понимаю, что этого жилья здесь нет, но оно моё. И я его не достроил или что-то не доделал там. И я понял, что через своё жильё очень легко узнавать, когда и где ты жил. Вот я настраиваюсь на это жильё, которое увидел, и вспоминаю, потом разворачивается. Там зацепиться надо за какую-то память. Потом всё можно в прошлую жизнь развернуть. И я уже столько видов жилья вспомнил в своё прошлое. Почему я вспоминаю? Потому что мы так привязываемся к этому жилью, мы так собой его отождествляем, что оно легко потом вспоминается. Я прям могу в деталях описывать каждый вид жилья, в котором я жил. и через него выхожу на дальше ощущения в своей прошлой жизни. Прошлую жизнь. И эти все ощущения, вот они близкие, такие родные, но они мутные. Мутные. Но есть одно ощущение, которое не является мутным. Это неожиданно я обнаружил. Потому что я как-то пытался молиться и медитировать на свои прошлые жизни. И вот самые яркие впечатления хотел найти. И я смотрел, смотрел назад. И где-то 11-12 жизней назад я увидел вспышку света, такое яркое очень впечатление. И я думал, о, вот это интересненько. И я начал туда, в эту вспышку света, погружаться. Начал погружаться сильнее, сильнее туда. И обнаружил перед собой человека, у которого тряслись руки. И он лились слезы из глаз. Тряслось все тело. Он, когда на меня смотрел с широкими глазами, в его взгляде было ощущение, что он не может с этим справиться. Вот такое, знаете, такое бессилие перед чем-то. И у меня сразу возник вопрос, а перед чем это такое бессилие? И почему человек так трясется и почему он так сияет? Почему он светится, как солнце? И я начал вспоминать сильнее. И я понял, что этот человек повторяет имя Бога. И каждый раз, когда он повторяет, он не может переварить то, что он повторил. Его трясет, он сияет, и он не может вместить в себя ту силу, которая в него входит при каждом повторении имени Бога. я вспомнил, что я в женском теле нахожусь. И вообще, я нахожусь в женском теле и просто куда-то иду, что у меня женская жизнь, обязанности женские какие-то. И просто на улице встретился такой человек. И когда он встретился, то молния пробила моё сознание, я понял, что всё, что в этом мире происходит, является несущественным. А вот этот человек является самым главным, что может быть на этой земле и вообще во всём мире. И именно память об этом человеке заставила в этой жизни меня заниматься духовной практикой. Потому что это ощущение, которое я испытал во взаимодействии с этой Личностью, которое длилось несколько секунд, это ощущение, является главным ощущением за 11 моих жизней. Ничего важнее я не испытал. Ну, просто ретроспективно, если смотреть на всё вот это, на всё вот, что было, то всё как во сне. А это яркое очень, как вспышка молнии, яркое ощущение. Представьте, молния прошла через тебя, и ты при этом молния, которая не убивает, а которая воскресает, воскрешает, наоборот, даёт тебе жизнь. таким образом, самопознание у человека начинается с жутких страданий, и даже, может быть, не с самих страданий, а с попытки принять то, что произошло. Вот, если большинство людей не хотят принимать, они плачут, упрямятся, страдают, продолжают страдать, но это не помогает избавиться от неприятных ощущений. Помогает принятие. И в момент принятия того, что так должно быть, иначе человек просто помирает, то он может умереть, если он не принимает, когда жестокая судьба приходит, то он в этот момент начинает чувствовать, что в этой жизни есть что-то, что является важнее, чем все, что здесь происходит. И вот с этого ощущения, что в этой жизни есть что-то важнее, чем все, что здесь происходит в этом мире, начинается процесс самопознания. Потому что, когда мы смотрим на свои ручки, когда мы маленькие дети, или смотрим на маму и верим в нее, или смотрим на своего маленького бэйбика, когда он рождается, то это не процесс самопознания, это просто жизнь. А процесс самопознания начинается тогда, когда ты лишаешься счастья, которое даровано тебе в этой жизни. и все люди так молятся Господу, чтобы не лишиться этого счастья, чтобы он дал им возможность оставаться в этом счастье, оставаться в этом мире. И ничего больше не хотят люди знать и видеть. Но Господь по своей беспричинной милости все равно лишает человека счастья для того, чтобы он окунулся в вечность, чтобы он почувствовал то, что не может почувствовать ни один счастливый человек на этой земле. Чтобы он почувствовал прибежище, потому что самопознание начинается с прибежища. Человек не может постигать себя, пока он не почувствовал, что успокоило его от разлуки. Потому что, допустим, как Антонов поет, новая встреча лучшее средство от одиночества. Но это на самом деле все лицемерие. Потому что когда ты реально очень сильно любил и потерял эту любовь, и потом дальше приходит кто-то еще, то ты чувствуешь во всем этом фальшь. Потому что новая встреча не может быть лучшим средством. от одиночества. Потому что если ты потерял любовь, то новая любовь не становится такой яркой, как предыдущая. Уже чувствуешь, что во всем есть какой-то обман. И только Бог может дать, если ты потерял любовь или потерял что-то дорогое в жизни, особенно веру. Вот сейчас у меня такое время, я испытываю очень острое чувство предательства от тех людей, с которыми я рядом находился, потому что я искренне служил Богу всю жизнь. Рядом со мной присобачивались люди, которые очень жестко предавали меня. вот я допустим несколько дней назад узнал, что один человек, которому доверил все управление своими финансами, он с одного астролога, который раскручивался на наших ресурсах, брал в год 15 тысяч долларов. Ну, за... А это все на моем авторитете происходило. То есть раскрутка этого человека происходила на моем авторитете, и я искренне и бескорыстно проповедовал, а этот человек, который рядом со мной находился, которому бесконечно доверял, он наживался на моей чистоте. Вот я испытал такое чувство очень жесткое, недавно и понял, что надо верить только Богу и Его очень искренним душам, а всем остальным просто давать возможности в этой жизни, а не верить. То есть я испытал вот это чувство предательства остро очень и понял, что Господь не зря, не просто так мне посылает такие испытания. он посылает меня для того, чтобы я научился относиться к этому миру не слишком серьезно, чтобы я научился философски, так сказать, воспринимать людей в этом мире, их пороки, наклонности всякие. Вот. И это все запланировано Богом. В тот момент, когда я очень сильно погрузился в счастье духовной жизни, Господь мне начал показывать мразь, которая рядом со мной находилась, вот это все дерьмо, которое находилось рядом со мной и наживалось на моей частоте. И это очень сильно отрезвляет, когда такие вещи происходят, надо это все принять, переварить и как бы жить дальше, потому что иначе никак. И в этом есть глубокий смысл, потому что даже те люди, которые вот так ошиблись в жизни и оступились, они тоже проходят свой экзамен и свой путь. И надо понять, для чего тебе это все дано. Тебе все это дано для процесса самопознания, потому что каждое такое лишение предательства, оно предназначено для того, чтобы мы сильно погружались, сильнее погружались в отношения с истиной, с Богом, понимали, что есть что и кто есть кто в этом мире. То есть поэтому надо всех прощать в конечном счете, по-доброму воспринимать все, что происходит, идти дальше. Цель нашей жизни идти дальше и пытаться постичь высшую связь с высшей истиной, потому что есть то, что никогда тебе не предаст. Есть такие люди, которые никогда тебя не предадут. Есть такие моменты жизни, которые никогда тебя не предадут. И вот это постижение, что является вечным, чему надо отдать свою жизнь, является процессом самопознания. Самопознание не происходит просто так. Ну, я тоже 30 лет молился, Богу служил, и вот только когда происходит потрясение жизненное, то тогда человек реально может глубже понять природу духовных отношений и природу материальных отношений, в чём заключается разница между ними. Он может это постичь благодаря сравнению. И искреннее желание служить Богу является основой процесса самопознания, потому что оно приводит к тебе к двум вещам. Первое это то, что я вам сказал раньше, это удивление искренности и чистоте тех, кто живёт для Бога. И второе то, что я сказал позже, это удивление мерзости тех, кто живёт для себя. Вот. Ну, то есть как бы вот когда человек эту разницу начинает понимать глубоко, с этого момента начинается понимание кому и чему отдать свою жизнь. Но настоящее понимание приходит к доброте, когда ты, несмотря на это, всё это перевариваешь и по-доброму всё равно к этому миру относишься, ко всем людям, тогда ты ещё глубже начинаешь понимать природу этого мира. Этот мир вовсе не злой. Он хочет тебя научить тому, что является главным и что второстепенным. Поэтому каждый человек придёт обязательно к тому, что он споткнётся об своих родственников, об своих друзей, споткнётся о так называемых старших, он споткнётся о много о чём в этом мире для того, чтобы постичь вечную чистоту. И в этом заключается наш путь самопознания. Путь самопознания — это сложный путь. Иногда человек очень искренне служит Богу, и Господь ему даёт откровения духовные. Это самопознание. И одновременно могут приходить вещи, которые указывают на бренность этого мира. Вот если посмотреть на святых, допустим, они вообще не удивляются предательству. Они вообще нормально к предательству относятся и по-доброму относятся к предателям. Вот взять, допустим, Иисуса Христа. Он очень по-доброму к Иуде относился, он знал, что тут его приведёт на крест. Но он как-то его любил, это был его ученик, и он по-доброму к нему относился. Почему? Потому что он видел главное и не придавал значения второстепенным. а мы очень сильно реагируем на всё вот это, что происходит. Потому что не до конца видим главное. Потому что главное всегда настолько важнее, что всё второстепенное теряет слишком большой смысл. Да, Господь у нас заберёт всё в этом мире. Не только друзей, заберёт также наше тело, которое мы так любим и которым так дорожим. Вот. Но надо, чтобы это произошло после того, как я понял. Иначе будет уходить из жизни очень больно. Понимаете? И вот цель нашего семинара заключается в том, чтобы мы все поняли важность человеческого существования раньше, чем мы потеряем эту жизнь. Нужно понять главные вещи какие-то перед своим уходом. И тогда следующая жизнь, во-первых, уход не будет болезненным. Говорится, что самоосознавшие себя души, для них уход из жизни это как вспышка молнии просто. Они увидели эту вспышку и не сильно удивились. Чуть-чуть удивились, и всё, и дальше следующая жизнь. Но люди, которые не поняли смысла жизни, жили просто так, жили для своих детей, для своей семьи, для своей квартиры, для своей работы. И вот они теряют эту жизнь. И тогда будут очень большие страдания, потому что душа, заворожённая этим миром, в момент ухода чувствуют, что жизнь прошла зря, что она чего-то здесь не поняла, и она корчится в муках, страдает, в отчаянии находится, потому что она не достигла успеха в этой жизни. Нехорошая свадьба, нехорошие дети, нехороший муж не дают успеха в этой жизни. Успеха даёт только истина, которая скрыта от наших глаз. Истина заключается в нескольких моментах. Первый момент. Самая верная личность в этом мире — это Господь. И те, кто ближе к Нему, те вернее. Вот чем ближе человек к Богу, тем более он верный. Это первая истина. А верность означает предание. И поэтому человеку надо предаваться тому, кто ближе к Богу. это очень важный момент. Очень важно это понять. Сейчас вы можете принять это к сведению, но всё равно жизнь заставит это понять. Только жизнь может глубже дать возможность понимать какие-то вещи. Мы стараемся, конечно, служим старшим, молитву читаем, но именно жизнь будет заставлять нас понимать глубже эти истины. Доверять полностью можно только тем, кто предался полностью, кто предается, нужно доверять много. Кто не предается Богу, а своим желаниям лучше вообще никогда не доверять, потому что эти люди будут вызывать у тебя в сердце жуткую боль. вот. Ну, то есть это очень важно понять. Первое это вопрос веры или верности. Это первый вопрос. Второй вопрос это вопрос нацеленности. Вот если вы с верностью и верой определились и уже как бы для себя хотя бы теоретически обозначили, что верность святым и Богу является основой жизни, и если у тебя все-таки верность кому-то пошла больше, чем в этом направлении, то ты обязательно попадешь в жуткий стресс, кризис, и твоя верность будет трихтоваться. вот второе это смысл, потому что ну конечно же у нас есть какие-то смыслы в жизни, но если человек не понимает, что отдать себя Богу является главным смыслом, значит все смыслы другие, которые у него в жизни есть, обязательно будут разрушены, потому что Бог все равно нас будет вести за собой, хотим мы этого или нет. Это его цель, то есть у нас есть своя цель в этом жизни, мы хотим счастья, а у Бога есть своя жизнь, Он хочет, чтобы мы развивались. Поэтому процесс самопознания имеет две вот эти истины. Первое это вера или верность, кому отдать себя, и второе это нацеленность, развитие, куда развиваться, где прогрессировать, где стать совершенной личностью. Это очень важный вопрос, потому что все люди интересуются профессиональными навыками своими, они интересуются тем, чтобы быть успешным человеком, все хотят быть успешным человеком. В чем заключается успешность, в чем заключается квалификация человека, нацеленность, профессионализм, где самое максимальное само, ну как бы такое вот саморазвитие заключается в том, чтобы научиться самую большую важность в своей жизни придавать служению к Богу. Если ты этого не делаешь, то все остальное развитие тоже хорошо, оно нужно в этом мире. Быть придурком, как бы необразованным, чурбаком, как бы, это не способ нормально жить. Конечно же, надо быть квалифицированным человеком. Вот, допустим, я должен иметь квалификацию читать лекции. Если я не имею этой квалификации, то вы ничего не поймете, и хоть у меня там есть знания целей человеческой жизни, хоть нет, все равно я должен уметь хорошо делать свою работу. И так же любой другой человек. Но это не означает самое главное, потому что самое главное заключается в том, чтобы понять, что именно служение Богу является самой высокой квалификацией, которую нужно освоить в этой жизни, иначе все остальные твои квалификации тебе глубокое удовлетворение не дадут. А именно в связке с этой квалификацией все остальные квалификации дают глубочайшее удовлетворение. Итак, сначала верность или вера идет в жизни. Это фундамент жизни, это основа. Потом дальше второе это цель. И третье это счастье. Где самое большое счастье? Человек не может жить просто так. Ему нужно счастье. Без счастья жить невозможно. И где вот это самое большое счастье? Как его почувствовать? Где высший восторг человеческого существования? Где возникнет то чувство, которое ты не забудешь много-много-много-много жизней? Как его почувствовать? Как себя соединить с этим ощущением? Ответ такой. Высшее счастье приходит от высших личностей. Встреча с Богом самое большое счастье. Встреча со святым, который находится в состоянии духовного транса, еще и смотрит тебе в глаза при этом является чудом для человеческого существа. Если он такое чудо встретит в своей жизни, то это высшее счастье. Оно как вспышка молнии, потом с тобой останется на много жизней. И ты ничего лучшее и интереснее в своей жизни не встретишь и не найдешь. Потому что самое большое счастье исходит от источника счастья. Вот допустим, где во Вселенной можно найти самый яркий свет? Самый яркий свет будет на Солнце. Солнце является источником света, и там самый яркий свет. Так и Бог тоже. Он является самым ярким живым существом, и те, кто, если ты не можешь уже с Солнцем встретиться, то встретиться как хотя бы с его частичкой какой-то. Представьте, что не лучики света, от Солнца отделяются, а такие сгустки солнечной энергии, как кусочки Солнца такие, и ты на Земле кусочек Солнца увидел. Необычное такое зрелище, правда? вау, ничего себе такое что-то яркое такое ты увидел. Как некоторые видят шаровую молнию такую, как это необычное ощущение, шаровая молния. Но это даже не шаровая молния, потому что есть свет, который обжигает, а есть свет, который приносит счастье. Чувствуете разницу, чем святой человек отличается от шаровой молнии? шаровая молния, она пугает, искрит, обжигает, а святой человек тоже светится, но он светится тем, что тебя вызывает яркий восторг, который потом с тобой остается на много-много жизни, и он незабываем этот яркий восторг. Поэтому самопознание начинается с кризиса, и процесс самопознания идет в трех направлениях. Первое направление это направление веры или верности, кому отдать свою жизнь, кому доверять глубоко. Второе направление это направление цели, и третье направление это направление счастья. Я думаю, что на первый вопрос я ответил, Илья, можно двигаться дальше. Спасибо, спасибо, Олег Геннадьевич, прямо с утра вдохновляйте, я тоже, но это каждый раз, мы вроде знаем об этом, сколько там, вот уже там 10 лет духовной практикой занимаешься, почти 15 уже, и вроде как ты об этом знаешь, но каждый раз знаете об этом еще раз услышать, это как удар молнии такой, о котором вы говорите, но он на самом деле действительно добрый, потому что нет ощущения того, что ну как бы, ну вот, как это в начале было, я помню, да, когда жизнь переворачивается просто с ног на голову, ты понимаешь, что ты совершенно неправильно живешь, вот, и есть что-то другое, друзья, напишите, пожалуйста, в чат, есть ли у вас такой опыт, что вот вы в какой-то момент почувствовали, что что-то где-то нас обманывают здесь вот, в смысле не нас, Господь нас, конечно, не обманывает, но вот этот мир, ну где-то вот, где-то вот что-то тут вот керосином пахнет немножко, есть ли у вас такой опыт, чувствуете ли вы это и что для вас стало таким импульсом для того, чтобы начать стремиться к самоосознанию, что для вас, я так понимаю, что для многих из вас, наверное, Олег Геннадьевич стал таким импульсом, да, его лекции соприкосновения с ним, пожалуйста, напишите в чат, если у вас есть какая-то история интересная, связанная с этим, я могу свою историю кратко рассказать, очень, у меня такой, как раз вы пощечина судьбы, как Олег Геннадьевич говорит, такая, может быть, не жестокая судьба, у меня семья разрушилась, я там машину разбил, с работы уволили, как раз вот время, чтобы подумать обо всем серьезно, вот, я слушал лекции Олега Геннадьевича по 20 часов в сутки, я засыпал, у меня разум не справлялся с ними, чтобы переваривать все это, вот, но я слушал, 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 даже там во сне, чтобы что-то мне там в голову заходило в какой-то момент, ну да, и, наверное, основная ценность, тогда в лекциях, Олег Геннадьевич, вы говорили все время такую вещь, надо жить не для себя, и так вот это вошло, вошло прям в мое сердце, ну, у меня плохо пока получается, но я хотя бы стараюсь, хотя бы знаю, что есть такая, что есть такая возможность, да, так, что у нас ребята пишут, интересно, если я себя вижу, то меня кто-то видит, я думал, что да, тут написано, что моего видео нет, это не про то, а, все, да, Вадим пишет, Олег Геннадьевич умеет заряжать позитивом, да, действительно, Олег Геннадьевич, вы сказали сейчас о том, что вся эта жизнь, это все как бы такое, да, ложное, да, но при этом с позитивом, с позитивным зарядом, это очень здорово, дочь обожгла, пишет Татьяна, да, действительно, близкие родственники, прям всегда это такая непростая судьба, Олег Геннадьевич говорит, что через близких родственников приходит самая болезненная судьба, самая такая, боженька поддал, божественный пинок, Катерина пишет, последние семь лет, особенно, последние три года, айфон, пишет нам, айфон, как раз начал идти путем, Вадим, стресс, депрессия, боль, и кажется, что включился, все, как Олег Геннадьевич рассказывает, путь к Богу начался после предательства близкого человека, да, в душе был зов сердца, что-то, да, Татьяна, Татьяна пишет, вот это вот тоже, то есть ты вроде живешь, и вот есть какое-то смутное такое понимание, скрытое, как будто что-то вот есть в этом мире, когда соприкасаешься с духовным знанием, понимаешь, ну вот же оно, вот, вот, вот оно, наконец-то, наконец-то, да, мы его нашли, в мире есть что-то, кто-то, очень важно, я должна это найти, 10 лет ушли на поиски, мне жена показала, что молитва работает наглядно, была трудная ситуация, Сергей пишет, в один с вечером мы сели, она сказала, хочешь, я помолюсь, и позвонят по заказу, я согласился, она помолилась, и мне позвонили, но тогда я попытался списать это на случайность, все же позже это было начальной точкой переворота жизни, иногда, да, Олег Геннадьевич, бывает такое, да, что Господь вот не пинком, не пощечиной, а каким-то вот чудом вдохновляет таким, да, как вот сейчас нам написал Сергей. У меня вся жизнь из чудес состоит, вы же это видите, я истории про чудеса постоянно рассказываю, там в аэропорту выключит Господь, свет, самолеты все отменят, на время, пока моя сумочка не приедет, вот, то есть все, что не то, кто-то умер и ожил опять в результате молитвы, ну, не совсем умер, а там на искусственном дыхании, вот, ну, и так далее, столько всяких этих чудес происходит, интересно, вокруг. Лена Давыдова пишет, это еще с детства было ощущение, что надо разобраться в этой жизни, надо найти кого-то, кого многие называют Богом, или как-то еще, и вот искала, искала, часто заходила не туда, и наконец нашла Олега Геннадьевича, который указал на Бога. Марина, книгу «Веды о силе времени», случайно в кавычках пишет. Это Олега Геннадьевича книга, да, «Веды о силе времени», похоже, да. Алена, слушала Олега Геннадьевича два года, целыми днями, потому что мне было хорошо, пока плеер в ушах, а без него было плохо. Тогда поняла фразу «спасение в звуке». Так, Вадим говорит, через час побегу на причастие к Богу. Вадим, здорово. Мне кажется, что после пережитого предательства меня как будто кто-то за руку взял, взял и ведет как ребенка. Ну, в этом особая милость Бога, да, что когда мы занимаемся духовной практикой, он не только посылает трудные ситуации, но и проводит за них, проводит через них за руку. Чувствуешь его любовь, заботу какую-то, да, конечно, это то чувство, которое дает силы потом продолжать. Ситуация в стране показала, что Бог есть и ведет, и выводит из сложных ситуаций. Эти действия еще больше укрепили веру. Когда тебя предали, это не так страшно, как когда приходится предавать самостоятельно. Кому? Это еще большая пощечина, еще большая пощечина. Ни пинки, ни пощечины пока никак не включают меня, пишет Лидия. Лидия, все у вас обязательно будет. И как веды и веды описывают, знаете, есть шепот любви, это когда Господь шепотом любви говорит, ну, давай, Лидия, Лидия, ну, давай. что там потом, шепот любви, потом, ой, я забыл, но третье, рупор страданий, вот. То есть, там есть средний вариант еще, и потом это уже, это уже, это уже рупор страданий. Леонид, поздно женился, глядя на своих сверстников, чувствовал, что переплетение семейной жизни требует больше знаний, которым я был не готов раньше. Кристина, я когда чуть-чуть забываю о Боге, он дает пощечину легонькую. Я просыпаюсь. Татьяна, что делаете? Сейчас как раз трудный период, очень сложно молиться, переходишь к голове на объект обиды. Друзья, да, вопросы можно писать, но не сейчас. Давайте мы, вначале Илья Ильича расскажет тему, которую мы подготовили, потом обязательно пишите ваши вопросы, мы их прочитаем. Голос, а, голос совести, Лена говорит, да, точно подсказывает. В общем, как там, шепот любви, когда Господь с любовью говорит, ну давай, давай, потом голос совести, ну ты чего, ну что ты там вообще делаешь? И потом уже рупор страданий. Лена Крылова пишет, трудности в семейной жизни заставили искать знания и повезло встретить лекции Олега Геннадьевича, который показал мне, что самое важное, это Бог. Дарья, меня вдохновляют, мотивируют и сподвигают на действия лекции Олега Геннадьевича. Вот. Да, друзья, пожалуйста, оставайтесь до конца, у нас для вас припасен подарок, оставайтесь до конца нашей программы. Сегодня утро, воскресенье, ну у кого раннее, у кого не очень. Вот Наташа у дерева стоит уже, супер, все, наверное, с нашего практикума, с прошлого, да, который, счастье внутри. Пух, да, конечно, с утра, так знаете, как такой приятный холодный душ. Сразу задумался о жизни, о своей, о том, что в ней нужно менять. Олег Геннадьевич, ну вот, я точно знаю, я видел прямо это сам, наблюдал за этим. Когда вы читаете лекции, вы находитесь в потоке творческой энергии. И вот настолько, что забываете про сон, про еду, про усталость, ну, потом, потом, наверное, вспоминаете, да, уже где-то, когда лекция кончилась, но в середине, вот я ни разу не видел, чтобы вы как-то там, то есть, вот вы обычно садитесь и вот начинаете, начинаете рассказывать просто людям о Боге, о здоровье, да, о чем-то таком полезном, то есть, выполняете свою миссию, да, и как такого состояния достичь в своей деятельности каждому из нас, как вот тоже так вот начинать что-то делать. Это не значит, что все должны лекции читать, конечно, понятно, что лекции читать, ну, не каждому положено, вот, но у каждого какая-то своя деятельность есть в этом мире. И как достичь состояния, вот что так же вот начал заниматься и все, и про все забыл, и счастлив, погружен полностью, вот, друзья, пожалуйста, такой вот такой вопрос, Олег Геннадьевич, пожалуйста. Ну, даже не то, что я забываю там поесть, попить, вот это как бы не самое удивительное для меня, но вот самое удивительное это то, что когда я заканчиваю полностью консультации, лекции, я вдруг обнаруживаю, что я сильно хочу писать. И прямо аж очень сильно, я думаю, а почему я до этого не чувствовал этого? И потом в машине едешь уже, такой, быстрее бы доехать. Вот, а до этого вообще не чувствуешь. Вот сидишь, три часа лекция, потом полчаса до этого, полчаса потом с людьми общаешься, и вообще не чувствуешь. Как только все закончил, встал, сделал пять шагов, и такое чувство сильное, такое, в туалет быстрее. Вот, и я всегда удивляюсь, очень сильно удивляюсь, думаю, почему я раньше об этом не чувствовал? Один раз читал лекцию, и в зале был холод. Ну, то есть сначала мне хорошо было, голова охлаждается, когда легко читать, а потом, я когда лекцию закончил, я начал вставать со стула и понял, что у меня тело все отмерзло, как бы сковано. И я такой пытался встать, и такое тело как бы не чувствуется, не слушается, ну, нифига себе, у меня тело чуть не замерзло, а я как бы лекции читаю, все нормально. Действительно, вот, правильно заметили, что такие состояния, они интересные, я сам удивляюсь даже. Ну, ладно, там поесть забыл, это, мне кажется, часто люди, когда работают, они забывают, что надо покушать или, допустим, там попить, но чтобы тело забыло, что надо пописать, вот это, мне кажется, очень редкий такой феномен, ну, вот у меня реально вот так это работает. Нигде так больше не работает, если вдруг желание-то есть, оно где бы то ни было, там, на улице, там, в самолете, оно обязательно очень настойчиво себя ведет, а тут, как, вообще, фантастика какая-то. Действительно, есть такое дело. Я буду с вами иногда шутить, те, кто давно, как бы, со мной, они знают мои особенности, я иногда как бы что-то говорю, что Тахир, вот он мои шутки понимает, он поэтому смеется, смеется, не может остановиться никак. Ну, ладно, вот. Почему? Вот сразу возникает вопрос, почему? И ответ такой, самое лучшее, что можно в этом мире сделать, это сделать что-то очень важное для другого человека. И если ты не только делаешь что-то важное, а еще и чувствуешь, что ты делаешь что-то важное для какого-то человека, может быть, самое важное в его жизни или очень важное, или самое важное, не только делаешь, два человека делают, но он не осознает это. Допустим, парикмахер стрижет женщину и она сидит, молчит такая, застыла такая, как это, прижухла, говорят, прижухла. И потом, когда стрижка заканчивается, она такая, смотрит на себя, говорит, вы не представляете, как важно было для меня эта стрижка, потому что вот я такая теперь красивая, и он точно, я ему понравлюсь такой стрижкой, ну, точно просто. И парикмахер такая, она такая цепенеет, думает, ничего себе, вот это да, я так, оказывается, сделала. Я обычно просто стригу людей, ну, что там, подстригла, ничего такого важного не делала, тут оказалось так важно. И она прямо застыла, потом от удивления такая, ходит, думает целый день, как это здорово, что я вот так помогла человеку, теперь она сможет создать семью, у них потом будут дети. А если бы она парикмахер с самого начала знала, что она вот такую стрижку самую главную в жизни делает, и у ней все получилось, тогда бы она вообще была бы настолько поглощена, что она бы забыла даже, что она захотела пописать в туалет. Вот, то есть это произошло бы вот так спонтанно. Поэтому весь вот этот порыв может происходить только в том случае, если ты делаешь настолько важное дело для Бога и для людей, что и чувствуешь, что это ты очень важное дело делаешь. что это завораживает. Потому что единственное существо, которое нас может завораживать, это существо, которое находится в сердце. И когда что-то важное в нашей жизни происходит, то это мы всегда завораживаемся. Например, человек встречает другого человека встречает свою любовь, допустим. Это момент вот этой встречи и вот этот вот момент вот такой, он Бог ему в сердце прямо сигналит, говорит, это очень важно для тебя. это самое главное в твоей жизни сейчас. И человек, когда Господь его завораживает, то он завораживается, он начинает чувствовать эту глубину процесса и момента. Вот точно так же, если у человека в жизни хватает смелости, а у меня хватило смелости, я чувствовал, что я должен людям рассказывать, открывать свое сердце, давать людям знания. Когда это делал в школе, там, в институте, все надо мной смеялись, потому что они считали меня очень наивным человеком, таким глупым романтиком, так сказать. Я пытался открывать людям сердце, рассказывать то, что вот эту истину, которую я осознаю, и все просто смеялись вокруг, друзья, знакомые, я продолжал это делать, и в какой-то момент я начал по-другому это делать, я перестал людям открывать свое сердце и как бы им говорить то, что меня вдохновляет, а начал им говорить то, что должно вдохновить их. Я в какой-то момент понял, начал чувствовать сердца людей, что мне очень сильно хотелось людям помогать, я не знал, как это делать. Я в какой-то момент начал чувствовать сердца людей и начал говорить то, что им важно в этот момент, то, что им важно услышать сейчас, не то, что мне важно сказать, а то, что им важно услышать. И с этого момента, это было где-то 23 года у меня начало получаться вот это. И Господь в моем сердце меня завораживал в это время. Я чувствовал необыкновенное счастье от того, что наконец-то у меня получилось делать то, что является каким-то глубоким смыслом моей жизни. С этого момента я начал читать лекции. Но если касается вас, то вы должны тоже просто для себя понять, вот что бы людям от вас было нужно. Кому-то кто-то может быть должен готовить освященную пищу и раздавать людям. Кто-то должен просто украшать алтарь так, чтобы люди приходили и восторгались этому. Кто-то должен лечить людей. Кто-то должен давать консультации или лекции. Кто-то должен просто что-то делать для людей своими руками красивое, чтобы это было для них очень нужно в жизни. Но в любом случае без Бога здесь не обойтись, потому что если человек что-то делает, но при этом делает это не для удовлетворения Господа в сердце, то это действие не будет завораживать, потому что сам процесс завораживания вот этого, он происходит потому что Господь это делает, а не потому что мы сами завораживаемся. Поэтому если человек не найдет, что от него Господу очень сильно нужно, чего бы Господь от него ждал очень сильно в жизни, а чтобы найти, нужна смелость, еще раз повторяю, главное качество это смелость, потому что каждый человек чувствует в своей жизни, что для него самое важное было бы делать. и еще очень важно это действие отделить от своей работы, потому что сама работа, она всегда оскверняет желанием зарабатывать, и когда у человека вот это желание получить деньги смешивается вот с этим чувством желания творить пользу, то это разрушает возможность делать счастливым Бога. И поэтому я много лет, больше 10, наверное, лет 10 или 15 вообще из своих лекций не брал деньги, они все уходили как пожертвования в храмы, там, на духовную жизнь, я читал лекции просто от всего сердца бескорыстно, потом я начал отделять свою жизнь от денег, научился это делать, и тогда даже когда люди платят деньги, тем более, что все равно они идут на духовные цели в основном, вот, мне это перестало мешать. Но вначале, если человек хочет научиться что-то делать, чтобы это вызывало полное погружение, вот такой восторг внутренний, который идет от самого сердца, то нужно просто найти какую-то деятельность для себя, может быть, раз в неделю там, или еще реже, но когда-нибудь, которая бы была абсолютно бескорыстна и была очень важна вам, вот вам нужно, чтобы это вам очень и очень было ценно делать, для других именно, не для себя, потому что мы давно уже научились делать что-то ценное для себя, например, покушать, поспать, там, еще что-то, вот, но это не вызывает же восторга в сердце, правда, ну, удовлетворение, вот я сегодня меня хорошо покормили, такое чувство выполненного долга, такое удовлетворение в животе, вот, которое идет к сердцу и успокаивает, так хорошо, накормили, отлично, или поспал, допустим, отдохнул, ну, слава Богу, поспал, отлично, хорошо, но вот восторга такого завораживающего чувства нет от этой деятельности, но если ты делаешь что-то людям ценное и сам это чувствуешь, от них идет вот эта обратная связь, и Господь радуется в сердце, Он такой входит в состояние в сердце, входит в состояние восторга, то тогда это как раз то, то, что нужно, это то, что нужно, и я думаю, что в этом направлении надо всем двигаться, но еще раз повторяю, главное условие успеха это отвязать эту деятельность от денег, знаете, что придет время, и может быть даже через эту деятельность Господь вам будет давать средства на жизнь, но это не обязательно, что произойдет, и если это произойдет, то это значит, что вы отвяжетесь от самой идеи на этом, на всем зарабатывает, но просто Бог просто тебе это подарит таким образом, что ты не будешь вообще думать о деньгах, и у тебя тогда все наладится, все будет хорошо, тогда ты будешь чувствовать себя очень вдохновленным деятельностью своей, и забудешь про себя, того, что